Музыка Что не получается? Очень даже здорово получается. А давай посмотрим, что творится в Германии. Смотри, как сейчас себя ведет. Она свою политику, будь здоров, давит в Европе. Она там над всеми главенствует. И даже Англия вынуждена отказаться, выскакивать. Почему она выскакивает из Евросоюза в Англии? То, что Германия достает. Она уже всех в Европе практически под себя подмяла. Так что не зря оттуда... Все политики, которые они руководят, они там не особо, как сказать, особо самостоятельные. Такие, что они делают то, что надо американцам. Нет, значит, тут сейчас ситуация даже несколько не то, что американцам надо. А сейчас империализм создал целый ряд мощных транснациональных корпораций. Они диктуют условия. И уже государством, в том числе и Соединенным Штатам даже диктуют условия. Понимаешь? Но дело в том, что правительство в странах существует. И они вынуждены подчиняться диктату тех или иных корпораций. И где-то, значит, конечно, у них не совпадают интересы. И эти корпорации пытаются использовать правительство. И Соединенные Штаты, и Германии, и Англии. Мы пытались там конкретно вырваться вот так вот. Ну, что-то, как бы, не видно. А как? Несанкционная война. Сейчас со Штатами идет Трамп. Он недавно ввел санкции на ВОЗ немецких автомобилей. Очень даже, да. Опять же, когда Англия начал выходить из Евросоюза, Евросоюз начали с определенной долей его называть. Я тут недавно, короче, с девочкой со мной общался. Она переехала сюда, а переехала в Эстонию. Вернулась, да? Нет, она не вернулась. Она приехала просто к родителям на пару недель. Я говорю, ну и что там с русским это вообще? Она говорит, да вообще я не ощущаю, чтобы там какие-то притеснили. Вообще нету этого ничего. Ну, живем в Сталине, там, поговорю. Оказывается, тайно там всего полмиллиона населения. Там маленькие городишки. Хотя я думал там, ну, Европа-то, знаешь, там какое-то. Там меньше, чем во Владивостоке население оказывается. Таких притеснений говорят в основном. Ну, есть по-эстонски, но в основном по-русски. Говорят, я как бы не таких, не таких не притеснений. Она женилась там. А муж вообще исконно русский. Просто там как бы переехал. Родители военные были. Ну и вырос там. Там как бы продолжают. И что мы? Ничего такого. Так что по телевизору, что там, если брать оттуда информацию, как-нибудь его знают. Ну, телевизор наш, конечно. Ну да, да. Там стоят цели тому, чтобы говорят. Ему верить нельзя. Но дело в том, что, тем не менее, это все-таки существует в Прибалтике. И это все разжигается. Ненависть к русским, чтобы, не дай бог, это самое… Ну, в Эстонии это действительно меньше. Вот особенно в Латвии и в Литве там это больше развито, вот эта ненависть. И пытаются поддерживать. Почему-то непонятно, почему. Ну, а латыши и литовцы, они очень даже больше… Ну, и при том, ну, не все это ощущают. Дело в том, что по-разному люди живут. То латыши, что русские. Там же ведь тоже есть и рабочий класс, и есть и собственники, капиталисты и прочее. Поэтому… Кружки поинтересов. Тут фашисты, тут кому-то… Да, поэтому капитализм он интернационален, как правило, объединен. Вот рабочий класс, к сожалению, не всегда. Вот под действием пропаганды буржуазы не всегда объединен, не всегда как бы сочувствует интернациональным идеям. Вот это вот хуже, конечно, что пролетарии всех стран соединяетесь. Лозунг в последнее время не очень до некоторых пролетариев доходит. Вот. До них вообще не доходит. Нет, ну почему? Доходит, дойдет. Кстати, еще один пример расширения Германии. Да, они уже и в Белоруссию залезли. Их вот этот завод, МАН, грузовики, которые у нас в основном ездят, и автобусы. Вот, пожалуйста, бывший МАЗовский завод. Сейчас на МАЗе собирают МАНы. Пациенте все дела в спорт. Будут ли? А что они на Белоруссию? Ух, это еще игры свои. Я тут, короче, на работу на вахтопуху устроился. Ну, там, приехал. Короче, ну, живи там, в вагончике там. Ну, короче, водители там чисто. Ну, и, блин, вагончик это, это, там, нечто, короче, там, вот отхим дым, это постоянно, это бутылочка там, конопля там, мне всех едут в шоке. Ну, один такой, там, лет под пятьдесят уже, Сталин на коронюге. И мы с ним как-то на эту тему разговаривали. Я ему, так, 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 ты понимаешь, вот это, вот это. Он сначала мне, да, Марс, это там, что-то писал. Да, да. Какие-то эти. Потом у нас раз, начали разговаривать. Я вижу, он раз такой, в кулю такой. И не такой, вот такие между словами. А что ты будешь делать со всеми с ними? Ты посмотри. Я, говорит, когда я сюда пришел, ты не поверишь, здесь было 40 дократов у каждой машины. Эти бичи поздавали их на металлолом. Просто за чекушку, говорит. О чем ты говоришь? Куда? И вот он как давай, его как закусило. Ну, он понял все. Где-то там, понимая, в душе. Ну, а вот эта вода, говорит, ты на них посмотри. Они связают провода. Тут ключ отвернешься, тут вроде бы все свои, положил все. Поворачивайся. Нет, кто? Говорит, как ты? Что ты с этим сделаешь-то вообще? Ну, такой вода тоже, летать, ну, как бы там, хи-хи-ха-ха. А вот эти вот вопросы у него, видать, в голове тоже как-то прокручивались, он их там как-то решал. Ну, а выхода как-то такого там особого тоже нет. Ну, это с ними надо разговаривать. Понятно, правильно, правильно. Чем больше будешь разговаривать, тем больше они понимают. Конечно. Видно, что понятие есть вообще. И еще ты вот, бери у Саши газеты, бери у Саши газеты, пусть читают, пусть читают. Я не буду читать. Это тебе кажется, это когда надо идти в киоск или на почту выписывать и покупать, тогда они не будут. А когда просто положишь перед лицом, он же увидит буквы-то, он же помнит буквы, когда ты учил. Он же все равно что-то посмотрит. Он же все равно что-то посмотрит. Что-то в той газете пишут-то интересно. Он же телевизор-то слушает, а ну-ка, что тут, а тут что? Поэтому это тебе кажется, что не будут читать. Да я вижу. Нет, там есть другие детали. Там, где в том, это, я не совсем там не успел. Короче, берешь у Саши газеты распространять или нет? Нет, пока я не буду. Зря. Надо сначала с ними познакомиться поближе. Там руковод, почти все рядышком. Ну, тогда ты можешь действовать так. Подожди, подожди. Все понятно. Ты можешь тогда действовать так. Возьми себе газету и открой и читай где-нибудь у них на глазах. А вот и потом говорят, слушай, а вот смотри-ка, что они тут паразиты пишут. А вот, а ну-ка, послушай-ка, что они тут пишут-то. Не надо ничего говорить. Я говорю, газетку положил. Нет, это один вариант. Он говорит, что не будут смотреть. А ты сам тогда для себя читай и говори, смотри-ка, что пишут. Надо же так. Они тоже заинтересуются. Газетку положить на стол и развернулся спиной. Она сразу пропадет. Нет, нет, нет. И это может быть. Они, как бы, они, как тебе сказать, это надо вот именно ловить. Конечно. Момент ловить, да. Идет, знаешь, фильм по телевизору. Фильм по телевизору. Он защищает девушку. Другой нацист. Надо расстрелять. Вот там партизаны напали, надо расстрелять по деревне. Да. Нет, я этого не позволю. Я там все в конке ха-ха-ха-ха. Какие там нацисты, оказывается, у нас там были добрые. Хорошие, да. Которые пришли сюда. Да. И вот, ну, это как-то у них там, ну, не осознанно. Вот это надо просто разговаривать больше чаще там. Конечно, да. Конечно, да. Хотя бы в моменты попадаются. А так просто в половине газету, да и... Он мне там рассказывает, говорит, тут там приехал один. Вот как он на него едет. Он залез вот на шконку вот такой вот толстый, жирный. Раскрыл книжку и начал ее читать. Блин, он с такой, это... Я говорю, ты про что там читай это? Ну, он библию читал. Как он на него там это самое ходил ядом дышал. Ну, книги как-то там не это самое. Нет, там есть там другой контингент других. Я вижу, что там есть другие мужики, там, которые по-другому, да, там, 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 они не курят. Ну, надо просто всего этого не узнать. К слову. Для себя сначала прочитаю эту газету, а потом какой-то возникнет о чем-то разговор. А смотря, вот в газете по-другому пишут. А вот здесь не так говорят. Да. Да. На этом нам прежде дождаться, когда... А как ты? А как ты хотел? А так все равно машины. А как ты хотел? Про машины. Про машины. Про машины. И про дух. Что там дома? Все. Все правильно. Все правильно. Все правильно. Все правильно. Резки кто не ходит. Сидите. Да. Сидите. Сидите. Никто не сидит. Там на то самое. Там, короче, снег пошел. На следующий день сразу все убрали. Всю дорогу отсыпали скальника. Все. Поехали. Да. Не сидят. Там все четко. с большинства этого оправдывали. А никто себе не знает. Получается, в этих двух главах Сталин ставит вопрос, по сути, о внешней политике и о международной обстановке. Читал я это достаточно давно. Сегодня я не готовился. Но из-за того, что сегодня было, грубо говоря, сказано, я тут делал заметки. Собственно, работа писалась в конце 52-го, в начале 53-го годов. И тогда у Сталина были все основания говорить, грубо говоря, с оптимизмом. Вот мы как бы там мировой рынок распался. Сейчас мы будем постепенно этих клятых капиталистов давить, значит, экономически. Почему? То есть, почему поводы для оптимизма? После Второй мировой окончания, прошло, грубо говоря, уже семь лет, за это время восстановили экономику и, грубо говоря, сделали атомную бомбу в Советском Союзе и начали серийное производство. То есть, такие варианты, как операция «Немыслимы» – это вот то, что планировалось там в 45-м на уровне авантюры нападений на СССР бывших союзников, либо операция «Дропшот», они, грубо говоря, стали невозможными. Потому что Союз, в принципе, мог бы и сам ответить. Тоже нехило так навалять. Дальше. Вот почему-то, когда говорят о Второй мировой, об ее окончании, обычно имеют в виду Европу. Но нужно еще и посмотреть на Азию. Потому что долго после окончания Второй мировой, чуть ли не 10 лет, там в Азии, Юго-Восточной Азии и Индии продолжалось национальное освободительное движение. То есть, вот Махатма Ганди, независимость Индии – это вот как раз-таки из этой цепи. То есть, у Сталина складывалось такое впечатление, что, как бы, дело коммунизма растет и колосится. Ну, то есть, он так считал до самой смерти. Правда, были… А, кроме того, забыл добавить, что в это же время примерно было основано Содружество экономической взаимопомощи. То есть, это вот, грубо говоря, из тех стран Восточной Европы, где побывал Советский Союз в войне против Германии и этого блока, там, как правило, устанавливались просоветские и прокоммунистические правительства. То есть, вот эти страны в дальнейшем образовали Союз экономической взаимопомощи. Поэтому Сталин здесь пишет, дескать, сейчас мы можем там просто, ну, так немножко выдохнуть, грубо говоря, и в дальнейшем оно само собой пойдет. То есть, капитализм обречен, вот это все. Реальность оказалась немножко более заковыристой и замысловатой. Например, сразу после смерти Сталина прозвенели первые звоночки о тенденциях, ну, как сказать, не загнивания, до этого еще рано, но о том, что в Советском блоке не все в порядке. Первое себе заявила Югославия, которая, собственно, была первой в движении неприсоединения. То есть, она не входила, грубо говоря, ни в простсоветский блок, ни в западный капиталистический, и оставалась типа нейтральной. Ну, она это могла сделать, потому что насильно ее присоединять либо туда, либо туда, что называется, было себе дороже. Это, если я не ошибаюсь, 1953-1954 год. То есть, как раз вот в год смерти Сталина и после. Дальше больше. Дальше были в 1956 году волнения в Венгрии. Связаны они были с тем, что там политическая система уже более-менее устаканилась, и попытались провести экономические реформы по образцу Советского Союза. То есть, начали там, ну, если раньше Союз воспринимался вот чисто как освободитель, и от них дурного не ждали, то, попытавшись там наводить какие-то хозяйственные в порядке, ну, вот, не как наша квалификатизация, но в значительно более ослабленной форме. Все равно это как бы вызвало взрыв недовольства. Дальше. В это время, пока, хотя и Сталин говорил, что вот, дескать, противоречие между капстранами сильнее, чем противоречие между странами соудблока, условный противник, он тоже, грубо говоря, на месте не сидел. Потому что 50-е и 60-е годы – это, так называемая, сначала план Маршала, то есть, это политика, по сути, социального умиротворения тех стран, где к власти могли прийти коммунисты, например, та же Италия. То есть, экономическая помощь в восстановлении коммунистов взамен на то, что в правительстве коммунистов не будет. Это вот, как раз, хороший пример Италии. И, кроме того, в западном блоке были проведены, ну, такие попытки интегрировать элементы социализма в, собственно, капитализм. Эта политика получила название «Государство всеобщее благосостояние». С этой политикой связывают как раз-таки кенсианцев и неокенсианцев. Это вот как раз-таки, если вы найдете книжку Келбрейта, там как раз в таких достаточно розовых тонах говорится о том, что вот как мы замечательно развиваемся в сторону социализма. Но при этом писавшие сами, грубо говоря, не социалистами, ну, не были. Они просто такие левоватые. То есть, вот эти противоречия на какой-то период они были приглушены внутри западных стран. То есть, на что надеялся Старин, грубо говоря, не оправдалось. Ну, такая политика продержалась до середины 70-х годов. 75-й, по-моему. То есть, то, на что надеялся Старин, грубо говоря, не случилось. Он-то думал, что сейчас они там будут грызться и воевать между собой, а мы такие хорошие будем за этим просто наблюдать и подбирать то, что от них отвалится. Да, я думаю, он знал всё и понимал прекрасно. Но ещё сколько там врагов народа было появлено. Просто, сколько их было расстреляно. Что такое человек по своей сути. И что они начнут, начнут, будут такие, которые будут тянуть чем под себя. И чем дальше в лес, тем больше друг. Просто, что он должен был сказать? Что у нас всё пропало. Ну, вот политика его уровня. Что у нас всё не так хорошо и мы можем развалиться. А он этого просто не мог знать. Вот, он чего знать не мог. Ну, вообще-то он умер в 53-м году. Я говорю про все 50-е и 60-е годы. Ну, я понимаю. Но в 53-м году хотя бы он что должен был говорить? Что вот человеческая натура есть такая, что может всё развалиться. Что наше на самом деле весь это социалистический лагерь, который мы строим. Это всё шаткая система, которая еле держится. Он это должен был сказать? Нет, я как раз таки в начале своего спича сказал, что у него были все поводы для оптимизма. Поэтому он такое говорил. Ну, были поводы и для оптимизма, и для этого самого. И, как бы, я думаю, он вряд ли в действительности верил, что всё это там будет гладко-сладко, и что без всяких сучков и задуренных можно просто наблюдать за этим. Так он же не то ждал, что коммунизм уже построен, и давайте жить уже, а не продолжать работать. Ну, в СССР как раз таки, по его словам, социализм уже был построен, он говорил в середине 30-х. Нет, социализм он говорил, а про коммунизм он не говорил. Ну, если считать социализм как первую фразу коммунизма, то... Нет, ну, можно, в принципе, и всё обобщать, но это всё равно будет уже... Давайте я закончу, потом уже будете вопросы. Так, я остановился на государстве всеобщего благосостояния. В это время в СССР на рубеже 60-х годов шли те самые знаменитые реформы Косыгин-Либермана, то есть рыночные. При этом они так и остались незакончены. Их, ну, когда они начали давать отрицательные эффекты в экономике, их вместо того, чтобы либо довести до конца, либо откатить назад, их просто заморозили. То есть ни туда, ни сюда, как осёл на лестничной клетке. Попытки некоторых стран соцблока довести их всё-таки до конца самостоятельно, своими силами, наталкивались либо на противодействие Москвы, либо на серьёзный с ней конфликт, как, например, Чехословакия 68-го года. Туда пришлось вводить именно танки, чтобы подавить, ну, вот, грубо говоря, чтобы сменить правительство социалистическое. Какие проблемы, можно тогда маленькие точнее? Получается, в Чехословакии они хотели довести реформу Косыгин-Либермана до конца. Аналог реформ Косыгин-Либермана до конца. А Москва воспротивилась? Да. Ага, замечательно, отлично. Я потом поясню, давай дальше. Этому посвящена, кстати, такая группа ВКонтакте, как Танкис. Собственно, Танкис – это прозвище тех, кто поддерживал ввод войск в Чехословакии. Так, ну, это вот ситуация примерно на конец 60-х годов. А вот середина 70-х мы уже наблюдаем возрождение глобального рынка. То есть постепенно те страны, которые входили в СУЗБЛОК, все больше начали ориентироваться на, грубо говоря, на западный рынок. Этому же помогала политика вот этих рыночных реформ. И даже в СССР мы начали все больше зависеть от импорта и экспорта. То есть как раз в 70-х мы начали продавать нефть за рубеж. То есть вот эти нефтепроводы Уренгоя, Помара и Ужгород, если кто слышал, они были построены именно на середине 70-х. И, собственно, вот, грубо говоря, та ситуация без бензоколонки, она была заложена именно тогда. То есть вот эти нефтяные магнаты сейчас имеют возможность гнать нефть на продажу с газом именно с использованием инфраструктуры, которая была построена еще в СССР. Но многократно при этом увеличив объем поставок и развалив все остальное. Так, вот это, в принципе, все, что я хотел сказать. Вопрос? Ну, давай, Саня. У меня все-таки есть пара замечаний. Мы вот ушли вообще с статьями с того, чтобы обсудить статью, а там очень много интересных моментов. Да, первый момент, то, что Саня пишет, что туда было два лагеря, два рынка. То, что у нас два лагеря социалистические и капиталистические, все обычно говорят, то, что было два отдельных рынка, про это забывают. Сейчас рынок один, ну, там, за исключением Северной Кореи, да, который там рынком особо считать нельзя. Почему только было два рынка? Ну, социалистический рынок и капиталистический. Ну, они взаимосвязаны были. Ну, при Сталине. Я бы сказал, это две отдельных рыночных системы. Раз американцы нам поставляли сюда, там были у них какие-то концы. А, ну, в СССР уже не было, да? Вот, вот, об этом и идет, что дальше? Сталин пишет, что блокады и санкции, которые как страны применили к Советскому Союзу, в принципе, соцлагери только помогли, да? О чем, опять же, у нас говорили, когда в 2014 году там водили санкции, включали, вот, да мы победим, да, санкции это хорошо, мы сейчас промышленность поднимем. Вот то, что тогда работало, сейчас у нас пока почему-то не получается. Только почему-то санкции не помогли ни сейчас России, ни, например, Северной Корее. Хотя их, в случае Северной Кореи, их уже будет сколько, 25 лет. А что, Корее почему не помогли? Корея развивается. Вон, ядерные ракеты уже строят. Ну, извините, они сделали ядерные ракеты, но все остальное у них, ну, скажем так, не очень. Такое количество ресурсов-то тоже. Стан, что делают подводные лодки сейчас, все делают, ну, страна маленькая, там 20 миллионов, но делают, по-моему, прекрасно. Назови другую как страну, которая вот таких же успехов добилась. Построила ядерная ракета? В Южной Корее? Нет, в Северной. В Южной Корее сколько в четыре раза больше по количеству жителей. Два. Вот в два раза больше, они этого делать не могут. Они вместо этого США першинги покупают. Что поедем? Ну, грубо говоря, я думаю, они это это могут. Просто американцы грызят пальцем и этого делать не велят. Как и Япония, кстати, были сообщения, что они там подпольные пытаются что-то делать. В плане ядерного оружия. Как страны между собой продолжают бодраться? Противоречия не сняты, вот они и толкают что-то локтем. Ну, просто если у Южной Кореи есть, точнее, будет ядерное оружие, то зачем им, собственно, протектораться? В США. Тогда. С кем они воевать собрали? А потому что производство ракет вы имеете? Нет, если у них свое собственное производство ракет, то ядерное оружие будет. Вот это и ракеты, и ядерное оружие, а Северная Корея это умеет делать. И она это сделала, кстати, заметьте, во время санкций и без поддержки соцслабия. Тут просто как раз вопрос услал самому первому, да, о том, что почему два рынка социалистические. А вот Сталин пишет, да, что помощь, которую оказывал Советский Союз другим новым странам, которые вошли в соцслабии, она была не бесплатно, она была дешевая и первоклассная, но она стоила денег. То есть рынок все равно действовал и тот же вид там с нами с сушенными бананами расплачивался, в том числе. Поэтому рынок был между социалистическими странами. Они в объединенный союз не вошли, да, но как отдельная каждая страна, они продолжали работать. Вообще, на самом деле, был вопрос один к этой главе. Очень такой интересный. Вот здесь Сталин выложил несколько утверждений. Вот, если бы Троцкий дожил до этого момента, он бы все эти утверждения отрицал. Ну, уважайте, сталинисты. То есть, что говорил Сталин, надо было перевернуть в другую сторону. Ну, конечно. А для чего? Ну, и тогда, да. Чего бы придумал бы по-любому. И тогда смотрим, после этого еще делал Хрущев, да, то, что блокады и санкции помогали Сталин и тут с лагерем.